Минус работы на автовозе, то, чтобы ты приехал на площадку, идет дождь, а ты идешь грузиться, ребята. Мы прибыли на БЛГ, сейчас будем загружать автовоз. Новая установка, новые машины, 8 штук, сейчас будем грузить. Получил погрузочные, площадки разбросаны, капец. И зона Х, и зона 559, и НПИ, и МПИ. Короче, походить придется, ребята. Пока еще не сильно моросит, в принципе, можно начать грузить. Но сейчас в машине по бурму раскину загрузки, поставлю по местам, расставлю, чтобы машины раскидать. Мне, в принципе, надо только 5 машин. У меня 2 выгрузки, получается, и 5 машин нужно в одном месте, и в другом 3. То есть нужно все это подготовить, по-баленькому сделать. Все машины у меня находятся на линии Х, Си, Р, 559, Ай, вот МПИ и НПИ. И еще, наверное, одна НПИ, да, вот это тоже НПИ. Это находится, получается, немножко далековато. Здесь еще походить поближе, а там далекие. Но это, смотрите, у нас вот эти вот адреса, где я поставил цифру 2, здесь, здесь и здесь. Я их ставить буду последними. То есть это у меня вот первая машина будет выходить. Это вот как-то так, в принципе, по-быстренькому и закинем. Смотрите, у нас получается, что здесь? Корса, 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 Кроссленд. Я могу, знаете, как сделать первую, например, первая Корса, вторая Корса, третья Корса, четвертым Кроссленд. Потом сюда ставим вот эту Корссу за кабину. На прицепе это будет последний, на тягаче вот это будет первая. А дальше мы берем на тягач, уже на дышло ставим вот эту Корсу. И снизу, получается, два Кроссленда еще поставлю. Вот этих вот. Вот. Ну и все, все легко. То есть на первую выгрузку я приезжаю, я сбрасываю полностью, почти полностью весь первый этаж. То есть нижний прицеп скидываю и с тягача одну сбрасываю. Вот и все, ребята. Начинаем, в общем, загрузку. Заведенный будет постоянно автовод, потому что здесь не работает старт-стоп. Но я приподнял подушки для того, чтобы здесь у меня был меньше угол. Это все понятно, логично. В первую очередь трапы. Так, сюда. Наверное, как-то так. Трапы гораздо тяжелее, чем на Рима. Ребята, это моя первая загрузка, поэтому все буду делать медленно. Пока научусь. Сколько времени на это нужно, не знаю. В первую очередь что? Мы выставляем сначала прицеп. Я выдвину нижнюю площадку. Это, по-моему, вот этот рычаг. Ага, вот этот, да. Его надо вниз. Крайний левый вниз. У вас может быть по-другому, потому что здесь могут быть рычаги перепутанные. Так, теперь мне нужно достать вот эти стопора. Вот здесь вот тумблер есть. Вот они, пальцы, которые не дают, чтобы у столовка опустилась. Наверное, вот это вверх. Так, это вверх. И мне нужно выдвинуть верхнюю площадку также. Так, выдвигаю на максимум. О, она намного дальше выдвигается, чем нижняя. Может, так я и заеду. Может быть, так и заеду, кстати. И хватит заезда. А можно не выдвигать ее просто на максимум, да и все. Угол-то все равно будет. Так, давайте, наверное, не будем максимум выдвигать. Просто я видел, как делают люди, что не выдвигают на максимум нижнюю. Так, еще приподнимем. Оп, все, положили. Так, ну тут горка красивая, мне нравится. И сейчас надо здесь соединить. Так, сколько здесь выдвигать, я пока не знаю. Я пока здесь все настрою. Здесь, благо, подписаны рычаги. Так, тут все окей. Мне нужно только опустить вниз. Ой, так, ну да, вниз. Так, опускаю вниз. Наверное, как-то досюдово будет нормально. Так, теперь я хочу выдвинуть эту сюда вперед. Благо, позанимался чуть-чуть. Ну как, а в один день? Почти. Столько времени уходит на то, чтобы подкорректироваться. Так, вот это можно чуть-чуть ниже просто, и все будет хорошо. Так, это, 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 вот этот с шариком. Все, это предел. Значит, можно попробовать приподнять здесь, либо здесь приопустить. Может быть, даже не надо. Не, не надо, чуть-чуть приподниму еще даже. Ну, тут сначала выдвину. Вот так выдвину и чуть-чуть приподниму. Вот так. Ну что? Отлично. Так. Ну все хорошо. Сейчас, кстати, вот пальцы вот эти буду обратно закрывать, чтобы воздух не... Потому что мне не нравится, что он шипит. Но они не закрылись, потому что, видимо, я не попал в провал. Так. Ну что у нас здесь? Примерно линия идеальная. Но тут чуть-чуть как-то кривовато. Как по мне. Ну сейчас я пройдусь. Сам визуально все просмотрю. Как я раньше на Риме делал. Я проходился, все время смотрел. Проеду я, не проеду. Здесь проезжаю, тут проезжаю. Ну да, чего, нормально. Чуть-чуть сюда. Нормально. Пройдем. Тут мы проезжаем. Вот здесь немножко будет такой перекосик. Блин, как бы это вот сюда сделать? В один уровень. Сейчас попробую в один уровень сделать. Тут мы проезжаем. Заезжаем. И где-то здесь будем оставлять передние наши колеса. Машины короткие, поэтому проблем не должно быть. Предварительно. Уберем ремень. Ну ремень пускай здесь лежит. Ребята, в таких условиях приходится грузиться. Сейчас пока иду за машиной. Есть пару секунд. Говорится, с вами поболтать. Товоз я не глушу. Главное, что его запер. Установка, блин, рычаги. Все это очень интересно. Экстремально. Я немножко в таком легком-легком шоке. Но нормально. Я уверен в себе. Самое главное, ребята, уверенность. Будьте уверены. Не бойтесь. Нажимайте рычаги, пробуйте. Ну и конечно не с дуру сразу весь газ в пол, как говорится. И все. Тихонечко, хоп-хоп, нажал, посмотрел. За что он отвечает и все. У меня есть ребята, которые даже не знают, какой рычаг, куда, за что отвечают. Просто берут. Ну гад. Хоп-хоп. Так, это то. Ну все, так и грузим. Так, это I, J, ой, X, наверное, в самом конце. Ну да. Как алфавитик, грубо говоря. Благо дождь моросит. Вчера радио грузился. И такой, говорит, ливень был просто промок весь до трусов. В дождевике еще, знаете, тоже не очень удобно, что он, вверх большой. И в нем жарко, как в парнике примерно. То есть дождь идет. Блин, там внутри потеешь, мокрый. Снаружи дождь. Вот и попробуй найди что-нибудь, когда машина такая мокрая. Ну диски я проверить проверю. Потому что диски страдают. Диски и бампера здесь на этих загрузках очень надо смотреть. Да на мокрой машине любую царапину ты не увидишь. Если она такая, ну небольшая, которую типа можно якобы сполировать, ты ее не увидишь. Понятно, если тут колеса не будет, конечно. Могут быть вопросики. Так. Ой, ну вроде так целая. И крыша целая. Так все мокрые. Да. Залоквейс будет, когда я приняду в прогоню ее. Вот что это такое? Что это за скотство? Это грязь. Да, она отмывается. Так. И скала. Так вот можно стрельнуть диагональ. Нет ли вмятин таких гранных? Вот эти места, блин. От камней бывает подбивает. Самое главное сейчас бампер посмотреть. Так. Пока вот провожу рукой. Пока ничего не нащупал. Ну хотя все мокрое. Ну за мной и смою. Грубо говоря, какой-то если была грязь. Сейчас придется встать. Так, посмотрите вы пока. Потом я гляну. Все, буду сейчас сгибаться. Почти в режим упора лежа, как говорится. И буду смотреть. Перепутал, ребята, машину. Не та белая, а вот эта черная. Смотрите, вот эта черная наша. Я уже здесь нашел демидж. Смотрите-ка. На бампере сзади царапина. Вот она. Глаз, как говорится, алмаз. Считай, что. Вот. Так сейчас надо это сфотографировать. И поедем в ларечек. Так сказать, инспектировать этот демидж. Вот так вот, ребята. Мокрая машина. И вот. Делов сколько с ней. Не увидишь и все. Повесят на тебя 100%. Ребята, и тут не отмажешься. Тут, ну, отмазаться можно. Но это надо очень сильно будет долго ругаться. А у меня уже лично все руки рукава мокрые. А это еще первые 10 минут. Благо дождь закончился. Надолго ли? Не знаю. Сейчас может как опять влупить. И можно поддурить. Вот еще бампери царапина. А нет, ладно. Былась. Ну, какие бампера хлюпкие. Ужас. Так. Так, так, так. Слушайте, вот когда найдешь демидж, он один никогда не бывает. Надо все пересматривать. Потому что где один, там и второй. Это вот как бабки не ходи. Ты еще бампер не смотрел. Сейчас гляну бампер. Все окей, то еду. Делать эту запись в том, что я нашел демидж. Вот так. Ну, как и есть, ребята. Как я и говорил, чутье меня никогда не подводит. Смотрим, что у нас с передним бампером. А вот у нас здесь где-то царапинка. Вот она здесь. Видите, нет? Вот она. Вот царапина. Хорошая такая. Попробую ее еще заполируй. Такая смачная. Оп. О, видите. Водой протираешь, ее не видно. Высохнет, сразу будет видна. Так что капюшон куда-то уходит в сторону. Короче, один демидж никогда не бывает. Всегда не ходят парой. Парой, 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 ребята. Вот так вот. Не факт, что найдут на салоне, но лучше себя обезопасить. Это я вам говорю, как человек, у которого высчитывали очень много денег. Я, наверное, за всю свою карьеру в три года, может, где-то заплатил штуки четыре, наверное, за демиджи. Не сразу. Так, по чуть-чуть какие-то за моменты, за какие-то. Ну, офига себе, в месяц перевозишь в районе... Ну, сколько, если в среднем, типа, восемь машин, брать, там, блин, по триста машин, наверное, за один месяц перевозишь. Ну, не триста, но пускай там сто пятьдесят даже будем брать половину. Ну, и парочку точно будут с косяками. Обидно, что не ты косячишь, а просто ты не находишь, не замечаешь. Там, как-нибудь кто-нибудь загримирует, и все. И приветики родни. Все, отметили мне без проблем. Я ему показал свои демиджи. Он такой, да, все, окей, давай. Последняя машина будет, потом придешь, поставлю тебе печать. Потому что, возможно, что сейчас еще будут эти нюансики, так говорится. О, опять дождь начинает. Епара, сота. Что, первый наш заезд, друзья. Пока проходим. Ну, широко здесь, я вам так скажу. Ориентируясь примерно на глаз. Вот здесь интересный мне момент. До бампера далеко-недалеко. Ну и все. Ёпта. Хватит. Нормально. Главное, чтобы дверь открылась. Открывается все, без проблем. Все туда ставим паркинг. Улучшимся. Ручничок. Ну, готово. Ключ вставляю в машине. Не понесу их никуда. Все. Все нормально. Нормально, нормально. Идем вязать машину. Знаете, я, наверное, сейчас жульничаю. Возьму. Поставлю один упор спереди. Потому что, в основном, мы знаем, что машины все идут вперед. При каких-то экстренных торможениях. Так, упоры интересные. Можно по пальцам себе дать. Нормально. Здесь готово, здесь готово. Так, надо резинку на центр колеса, ребята. Резинку на центр колеса. Все. Все. И сейчас так увяжем. И хватит. Одного ремня будет, думаю, достаточно для этой машины. Вообще, надо два. Но, честно говоря, ребята, еще по два ремня вязать. Точно, точно начнется сильно. Сколько высота на прицепе? Сколько высота на прицепе? А если поставить еще одного кросслейнда наверх, будет высота? Не будет. Не будет, да? Ну все, провалили вот так. Выйти есть возможность, хорошо. Сразу первым делом поставлю упоры. Готово. Так, надо было заранее подготовить ремни. А я что-то провафлил вот моментик. Нахрена эти кроссовки? Я делал младеры доставать. Ребята, я первый раз гружусь. Тоже грязно. Ляха. Столько мазут и что-то намазу. Или специально, или не специально. Это мы узнаем уже на приемке. Еще прижиматься к машинам приходится. А так крайне не хочется, потому что я буду здесь мокрый. Вот вам первая загрузка, ребята. Точь. Ничего не хочется. Главное не сдаваться, ребята. Как у меня установка, ребята. Как у меня. Я, наверное, вот эту всю штуку сейчас стяну. Слодний нижний балкон. И все. И мне ничего не надо будет больше. Колеса передние на лапы. Ага, понятненько. Сразу можно поставить упор. Нет, не буду. Я один раз поставил на бусе. Как у Петрушел бампер. Лучше лишнюю минутку. Поднимусь, поставлю упор. Так, так. Так, так. Боковой дождь. Справа. Жесть. Смотрите, ну что, попробуем сейчас затянуть. Вдруг получится. Просто убрать хотя бы минимум высоты. Так, это у меня будет этот рычаг. Только с Берри мне понравилось, что у них все подогнано просто идеально. Подогнали все красиво очень. Вот эта площадка под нее заходит. Нигде ничего не касается. В Рим она уже уперлась бы. Там и хрустела, хрипела бы. А здесь нет. Такого нет, ребята. Так, теперь то я все стягиваю. Я помню, что это первый рычаг. Вниз. Да. Как тихо работает. Смотрите-ка, да. Никаких жужжаний, ничего страшного такого. Переисходят звуки обычно на Рима. Да, это плюс такой неплохой. Как говорится, вопросиков нет. Так. Все. Стянуто. Прикидываем плюс-минус. Колеса здесь. Ух! Да тут вообще много места валом. Просто уйма. Хочется заглушить машину, но нечем. Пуль-то не работает. Сейчас идем брать следующую машину. Выживаем, выживаем, как это на Литовском. Ой. Так. Тут не работает. Так, ребята. Чтобы удобно было сидеть, подвигаем максимально кресло. Включаем первую передачу. И поехали. Опасно. Хватит. Думаю, да. Вы знаете, это получается, можно целиком вот площадку двигать. Если еще чуть-чуть вперед дам. Все, я могу целиком даже двигать площадку. Прикольно, удобно. Если чуть-чуть больше проезжать. Вот до Сюдова, например. То можно целиком машину двигать. Потом. Не сразу, но потом. Ну, типа, когда тебе надо будет. Я по старинке сразу увязываю эту сторону. Так. Вот сюда упор. Или даже можно сюда попробовать. И этот сюда. Вот так. Этот сюда. А этот сюда. Так, есть. Есть. Продвинем. Задвинем. Перевернем. Ага, видите, тут негде крепить. Ну, ладно. По поводу переда. Смотрите, вот мне нравится вот эта тема. Что он быстро работает. На Рима я бы так не делал. А здесь я могу позволить. Это типа... А, вот видите, стопора зашли. Все, сейчас не будет работать. Надо стопор. Открываем стопора. Потом уже... Ну, как быстро напускается. И у меня есть возможность сейчас не прыгать. Взять упор. Поставить его красивенько. Вот сюда. Коряво поставил. Согласен. Блин, просто потом неудобно будет. Но, видимо, он не с этой стороны. Ну и все, готово. Вот прям хочется и поставить... А, ну ясно. Это был тот упор, этот был тот. Ясно. Это был не с этой стороны. Блин, они все правильно тут расставлены. А я тут уже чудю. Чудить начинаю. Ладно, просто поставлю сюда упор. И сюда тоже поставлю упор. Ага. Вот она в чем неприятная ситуация. Не совсем удобно ставить, видите. Ну и ладно, хрен себе. Все, возвращаем в исходное положение. Так, это первый рычаг подвигать. Второй поднимать. Кладем. Все, положили. Закрыли. Ну все, у меня теперь снова готово для заезда. Так, то колесо у меня вязано. Там я поставил упоры. Теперь мне нужно сюда пригнать Круслэнда. Одного. Благо реально, что у меня есть минимальный хотя бы опыт. Ребят, видите, она чем-то похожа на Рима. Классическая установка. То есть вот тягач и прицеп. Если бы это был бы отчаянник какой-нибудь, вот это был бы точный контент, ребята. Я бы там точно охерел бы просто от непонимания, что делать. Беремся. Едем по трапу. Вообще надо было посмотреть, что у меня по трапу там. Вот видите, надо разгончика. Опа. Что у нас там с трапами? Так. Смотрите, мне хватает. Отлично. Мне хватает сзади поставить, будет упор. И я смогу потянуть, сколько мне надо. Блин, ну классная установка. Ладно. Пока что мне нравится. Это не длинная машина. Поэтому попробуем. Вдруг выйдет. Все-таки. Так бы пришло бы ставить ее на нейтралку. Все дела. Так она, думаю, у нас своим ходом потянется. Блин, ну как здесь широко? Не знаю, как там? Как с той стороны? Может, ты сейчас тут делов наделал? Смотрим. Да нет, тут тоже реально широко, смотрите. И вот что я говорил. Что мы сейчас на одной площадке. И оно все у нас потянется вперед. Ну должно, по крайней мере. Не знаю, как это сработает сейчас. Так. Будем вязаться, в общем. И потом уже увяжемся и затянем наверх. Так, это для этого. Это для заднего колеса. Ну вот понятно, что колесо внутрь сюда заходит. Либо сюда, либо сюда. Сюда оно не становится почему-то. А если сюда? Сюда почему-то не заходит. Почему так? Должно зайти, вот. Я думаю, что не заходит. Должно зайти. Так, это сюда. Первая загрузка, ребята. Здесь не получится поставить упор. Ну и хрен бы с ним, как говорится. Здесь поставим. Для массовости, так сказать. Пускай стоит. Для вида. Это во внутрь. Ребята, чувствую себя, как первый день после стажировки. Хотя, какая стажировка, если я на этой установке еще не работал. Ну, благо, как говорится, мир не без добрых людей. Мне ребята подсказывают. Какие-то лайфхаки. Но я еще им не пользовался, поэтому пока делиться не могу. Вдруг они какие-то плохие советы. По плохим советам, так сказать. Так, ну что, вот. И упор. Вот здесь он получше зашел. А вот здесь, наверное, все получится. Возможно, да? Нет? Не факт. Ну и ладно. Такой длительной загрузки у меня, наверное, давно не было. Посмотрим, сколько времени уйдет. Так, ремень уже перекрутился. Это сюда. Опять дождь начинается. Ну что же ты будешь делать? Ну, благо, еще терпимо, как говорится. Но верхний этаж ведня, он широкий, понятный. Что делать первым, будет поинтереснее. Сейчас начнет, вот точно, ребята, контент. Лишь бы ничего не случилось. Не наделал делов, как говорится. Все, сейчас приподнимаю и подтягиваю вверх. Наверное, да. Так, наверное, вот этот рычаг? Ага, нет, не то. Наверное, вот этот? Да. Так. И теперь пробуем стягивать. Да, получается, смотрите, тянет. О, одна цельная площадка. Вот это вообще круто, бонус, ребята. Супер. Не надо заморачиваться. Может, почти вся стянется, наверное. Да, вся стянулась. Офигеть. Так, теперь открываю клапана. Все, пальцы повыходили. По-моему, вот эти вот, вот эти два. Нет вот этих? Да. Это один. Это второй. Это второй. Так, первый. Тяжковато, тяжковато установки работать, поднимать. Какая-то у меня установка слабенькая. Все, здесь мы закрываем. Так, здесь мы, чтобы заехать, надо поднять, наверное, я так понимаю, вот эти штуки. Вот так. Хватит мне заехать. Убираю упоры. Я пока по этой стороне пойду, потом буду по другой идти. Здесь проезжаем, здесь проезжаем. Здесь, наверное, мы проезжаем. Вот здесь провал мы перескочим. Наверное, перескочим. А может и не перескочим. Вот такую ловушку оставим. Нам тут пока, наверное, они не нужны. Так, давайте поднимем здесь второй этаж. Блин, как-то высоко. Ну ладно. Так. Теперь мы увеличиваем. Здесь она поднята. Теперь поднимаем цилиндры вверх. И да, у нас поднимаются они. Ой, бля, потекло. Так, мне надо поднять здесь. На Рима был восьмой. А это у нас, наверное, вот это. Все, что ли? Ну, выходит, что все. Ну, наверное, да. Ну ладно. Так, теперь мне надо выдвинуть нижнюю площадку. Здесь мы, наверное, проедем. Блин, лучше поднять. Ну нафиг. Я пока ее не знаю. Эту установку пока не знаю, ребята, поэтому... Вот так точно хватит мне места. Я так вижу, вроде бы пройдет. Теперь я выдвигаю нижнюю. Теперь она надо приопустить. Так. Ой, здесь вообще, видите, как все продумано. Интересно. Так, ладно, мы тут проедем, тут пройдем. Наверное, мне нужно попробовать здесь приподнять. Так, тут какой-то клапан есть. Так, это дышло. А, вот. Ага. А, супер. И там чуть-чуть приподнять. Не-не, это много. Наверное, как-то так. Но здесь, я думаю, пройдем. Проедем, проедем. Тут мы перекатимся. Клипкая конструкция, но... Визуально все окей. Только там приподнять надо. Так, так, так. Тут хорошо. Переживаю, что здесь как-то низковато. Ну ладно, я буду выходить проверять, я думаю. Перестрахуемся. Мне не нравится вот этот момент. С вот этой штукой. Какой-то рычаг был. Блин. Стопор. Ага, надо поднять его. Ай-ё! Надел его. Не, ну все, вроде так. Все. Сейчас там только выставить. Там приподнять. Ну, визуально нормально, вроде заезд. Вроде нормальный заезд. Или нет. Ладно, буду выходить перепроверять. Вроде ничего так. Но лучше перепроверимся. Так, здесь... Это сюда. Да. Друн-друн-друн-друн-друн. Проехали-проехали. Тут проехали. Здесь могли зацепиться. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Тут проезжаем. Вот этот спуск мне, конечно, напрягает. Наверное, можно опустить этот подкрылок. И он будет ниже. Ну да, пониже прям. Так, это у нас второй зуб выходит. Я слышал, что вроде они могут потом колесо повредить. Ну ладно, я выставлю, а потом, если что, подниму. Если смогу поднять. Так, это второй зуб у меня. Это приопустить надо будет чуть-чуть. Что, пошли за машиной, искать машину. Загонять сюда маленькую корсу. Будем пытаться заехать. Планирую три раза выйти с машины, посмотреть, что у нас с зазорами. Вот здесь хочу выйти, посмотреть. Для себя, ребята. Я думаю, я проеду, но для себя хочу понять, нормально ли это заезд, клиренс. Да, отлично проходит. Главное, что надо заскочить. И вот сейчас выйдем еще на том этапе. Посмотрим. Так. С разгончика. Будто на днище ударил днищем. Ешь, твой ураз. Выйдем, посмотрим. Ребята, стрессы капец. Еще какой-то мужик рядом орет, он ходит. Я думал, ты уже что-то мне кричит, что у меня что-то не так. Опа. Слушайте, ну вроде нормально прохожу. Отсюда вас едем. И плавненько, думаю, переедем. Колесо будет здесь, бампер уже будет над. Не влупил я бампер, мне нигде. Свежих капель не видно. А днище? Днище вроде тоже целое. Но мне так казалось, что вот в том районе был звук, как днище черкануло. Но надеюсь, мне показалось. Здесь, эта штука еще такая качеля, блин. Видите, как она качается? Дуреть. Так. Заезжаем по высоте. Я пока высоту даже не контролировал. От винта. Ну, если уже врезал бампер, так врезал. Уже ничего не поделаешь. Так. Вот здесь я не знаю, что происходит. Поэтому опять выйду. В Риме здесь цилиндр, можно головой ударить. Что-то такого нет. Приятный бонус. Опять-таки. Так. Здесь все хорошо. Мы проехали. Окей. А вот здесь у нас уже почти Андрей попадает на бампер. И в этот момент нужно опустить, я так понимаю, на Риме это восьмой рычаг. А здесь какой? Наверное, третий. Да, по-моему, это третий. То есть опуская его, я увеличиваю впереди в себя зазор. Ну, пускай так пока что. И сколько я сюда могу ехать? Так. Примерно у меня локоть. Ну, давайте будем ехать так. Это здесь. Ну, где-то колесом, наверное, до сюда доеду. Помаленечку. Потихонечку. Уляхал. Чуть сцепление передернул. Наверное, попробуем так. Она заглохла даже, видите, у меня? Дернул сцеплением, она заглохла. Но благо я не врезался. Надеюсь. Да, офигеть. Там зазор вообще, блин, два сантиметра. Ну, я думаю, достаточно. Все. Закрываемся. Сворачиваем всю организацию. Ага, так не закроется. Опять закидывал ногу. Бляха. Вот здесь я реально стрессанул, ребята. Чуть не разбил машину. Споймал ее, так сказать. Фуф. Дайте чуть назад дам, ну нафиг. Вот так. Вот так. Все. Так, все закрыл. Фуф. Ребята, вот сейчас я реально стрессанул. Капец, такую перегрузку снимал внутреннюю. Думал, сейчас, блин, влуплю бампер. У нее педаль, на газ педали соскочила. Ну, нормально, сейчас хороший зазор. Бля. Ну, нахрен. Так, а сейчас сюда заедем на следующей машине. Это уже, которая будет выходить у нас на первой выгрузке. Вот эти вот три. Такс. Сейчас я поставлю упор. Один, второй. Готово. Сейчас опущу до конца уже. Ремень нужен сюда. Пока здесь ремня нету. Так, это третий отсюда. А все, он уже сел полностью. Ну и ладно. И бог с ним, как говорится. Вы смотрите, сколько тут расстояния. Тут капец. Ну, сейчас тут кулак. А до этого было вот столько буквально. Может, я даже и дотронулся и обратно отскочил. Не знаю. Залетаем. Вот здесь. Вот. Слышно, как царапается днище. Все, я услышал этот звук. И да, реально днище царапается. Так, надо будет что-то перейти. Моя конструкция дала сбой. Да, моя конструкция, ребята, дала сбой. Нища царапается, однако. Ну, нища реже всего смотрит. Поэтому я сейчас даже почти не расстроился. Если только совсем чуть-чуть. Как высоко, капец. За счет того, что площадки выровнены, все дела, но все равно высоко. Иду сразу к рычагам. Так. Вот эти упоры мне понадобятся. Задняя. Сзади мне закрепится. О, так у меня тут место еще есть. Обалдеть. Так, ну что. Как в Рима. Приподнимаю вот эту штучку. Все, я целиком заталкиваю вперед. Все, пускаем. Нормальный зазор. Все в порядке. Фуф. Так. Тут мы справились. Тут вроде бы все окей. Теперь как-то надо здесь. Теперь надо как-то это здесь. Все облагородить. Так, сюда. Ага. Ой. Стопор. Класс. А что стопор не... Наверное, нужно довести до какого-то определенного положения. Стопор. Ага. Неправильно был включен крыш у меня. Я так и думаю. Что за хрень? Собачья. Так. Есть. Тут у меня есть. Теперь все подготовлено здесь. Теперь мне стоит, наверное, там приопустить. Наверное, надо сто... Этот... Оп. Ага. Нет. Нифига. Может быть, он типа не опускается ниже? Класс. Вот этот заклинил. Не срабатывает как будто. Класс. ну чё ребята вроде бы и дождь не идет работать не могу эти фигня с установкой непонятная бля вроде все правильно дело все нажимал нифига нифига чё делать хрену знает привет сейчас на сервисе находимся пытаются починить андрея надеюсь у них все выйдет все будет хорошо но есть большие варианты что и нихрена не получится потому что даже не могут открутить шланг подающий на цилиндр воздух не могут потому что на 16 не подходит на 15 не подходит пытаются какими-то клещами может быть и зацепить сделать непонятно не хочу мешаться там но фишка в том что пытаются открутить смотрите вот этот шланг подающий на цилиндр воздух я им говорю что проблема не в этом скорее всего нужно открывать этот ящик и там блокировка стоит на цилиндры сложно русская с русского объяснить на немецком на английском я через перевозчик объяснил не скале мы сейчас проверим если там воздух я горю там воздух есть потому что это один контур который идет на подъем вот этого цилиндра и вот этих получается один шланг на три цилиндра здесь есть все окей работает а здесь нет я думаю что проблему все таки за то что он просто заклинил тем тебе очень сложно в общем вот этим долотом отлупили вот эту штукенция зубилом так сказать и все заработало все хорошо ну как как все заработало получилось именно открутить открутили пошел воздух воздух есть системе я говорю что проблема в самом цилиндре то есть внутри цилиндра это понимаю стоит какой-то стопор который под действием воздуха открывает закрывает и за счет этого получается у нас ну работает цилиндр я ему объясняю он горит нет заводит из полуоборота как моя audi ракета просто нету слову двигатель его куба пока меняли его в 2008 году так вот так вот виновник нашу дискотеки это всей ну хоть работает уже хорошо оказывается в общем там все закипело да там воды там жопа там системе вода мне кажется и это все везде летит и делается дело делов наделывается уху ху 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 сейчас вам поближе покажу расскажу пока слесарь ушел можно показать смотрите в общем вот здесь стоит клапан который там все это красиво делает открывает закрывает подачу все дела но там все такое страшное ужас ужас по хорошему то надо было поменять но говорят эти цилиндры именно вот эти стоят конских бабок ну что делать это супер маслёночка интересная мне такой нет понимаете чего это шутка короче будем смотреть чего он делает следить ничего интересного принцип то простой то есть стоит какой-то блокиратор который подает дает подачу или не дает подачу вот вся вот эта фигня да уж ну самое главное что я был прав что это в этом цилиндре дело не в правом а именно в левом это хорошо что время сократили на поиске так сказать да уж вот проблемка это неприятные ребята тысяча восьмой год не знакового года прицеп вообще у кого буду установка машина еще восьмого по ситуациям что у нас там происходит что у нас сделано достали промыли грубо говоря никаких резинок ничего не заменилось просто внутри это все обмыли это все как убег грязь в общем вот и все сейчас все заново собираем сейчас проверим если все работает то я приду ну сказал он типа давайте правую сторону также сделаем там небольшой кусок работы реально посмотрим посмотрим если они согласятся то мне еще вторую сторону переберут ну реально там фигня делов быстренько там вот но уже хотя бы устранить чтобы хотя бы как-то не знаю профилактику что ли какой-то сделать по этим двум цилиндрам еще прикол такой был с утреца мы получается я просто ну поднимаю второй этаж а вот не поднимается стопора не выходит такой блин да вы чё гоните что ли еще отхлебнула еще и эта система ненормально все заработало потом думаю приколы конечно вот эти вот моменты свежая тачка свежая тачка написал менеджеру что уже заканчиваем в общем он сказал что окей ему подсказал чтобы он сделал получается мне заявку на вот эти две машины которые я должен буду забрать чтобы не было качелей по поводу того что берем не берем машины я приеду сейчас груженые и забирать еще машины точно чтобы вообще не было проблем для все без проблем окей давай андрей вот короче ждем заявочку еще которую сделают всем там мамига этот не знаю но не мексиканец конечно думают румын часто ребята с румынией здесь работают потому что но не похож на нем починили починили смотрите все работает опускается но очень медленно почему так медленно работает и кажется на повеселее вчера было как-то я все складываемся ребята складываемся заднюю колонну я уже к рычагам почти привык и эту складываем так бампера у нас там не достанут не будут все ремонтировать заднюю часть служим без она потом подняла я всякое может быть так что на здесь посмотри по расстоянию ну да здесь опускать сильно тоже не очень правильная затея была сейчас приподнимем чутка так это второй рычаг вот теперь смотрите вот эти стопора прячут и чуть-чуть вниз готова все легла легла так здесь у нас все окей нифига яблоко широко не расплескаться бы так и здесь также но я всегда буду телепроверять эти стопора потому что и бывали случаи когда они не защелкивались и потом система могла лечь так здесь все окей есть все окей ничего все на этом ремонтную часть мы заканчиваем надо поехать загрузиться еще двумя машинами и все я готов уезжать